С кем готов бороться за независимость и какое наказание приготовил тем, кто против? Об этом и не только. Поговорим с научным сотрудником Центра российских и евразийских исследований Гарвардского университета, белорусским и американским политологом Виталий Шкляров с нами в эфире. Виталий, приветствуем вас. Добрый день. Виталий, вот в последние недели Лукашенко кажется активен как никогда. Эти призывы действуют сообща и объединятся. Как вы считаете, Лукашенко ищет союзников или кого-то пытается напугать? Лукашенко не может искать союзников. У него нет ни одного союзника, кроме его же брата Путина. Поэтому я думаю, что это всего лишь риторика. Это первое. Во-вторых, пугает Лукашенко прежде всего. Знаете, есть род людей или часто так делают даже животные, которые не сильно выдались физически. Они слишком громко гавкают, чтобы создать ореол силы и вседозволенности. Я думаю, что если вы давно наблюдаете за Лукашенко, этот человек постоянно весь мир чем-то пугает. Когда-то ядерным оружием, когда-то мигрантами, когда-то доблестной белорусской армией. Всегда чем-то он пугает. Это прежде всего из-за своей уязвимости, несостоятельности. Нужно посмотреть на карту, какого размера Беларусь, посмотреть ее в ВВП и посмотреть, насколько Беларусь за 29 лет правления этого диктатора стала развитой страной. И тогда будет все понятно и будет ясна цена этих пугалок. Поэтому речи Лукашенко направлены исключительно на внутренний рынок, исключительно на тех зомбированных своих прихлебателей, которые вокруг него. И делить его речи можно на 48. Виталий, в Беларуси перед судом сейчас должны предстать трое мужчин, которых называют рельсовыми партизанами. Следственный комитет Беларуси говорит о четырех статьях, по которым будут судить этих мужчин. В том числе теракты, государственная измена. Мы, насколько знаем, вы тоже побывали за решеткой в Беларуси. Расскажите об отношении к тем, в ком режим Лукашенко видит угрозу. А вот это, к слову, очень серьезная история. Потому что всех своих врагов режим Лукашенко, ну прежде всего сам Лукашенко, в рамках своей правовой системы, в рамках своей государственности и территории, он, конечно же, трактует и издевается, и преследует именно так, как ему хочется. И это серьезная история. Все-таки давайте держать в уме, что за 20-е годы, протестные годы, и более 40 тысяч людей прошли через тюрьмы Лукашенко. До сих пор более 1300 политзаключенных сидят, и ни один из них не выходит из тюрьмы. До сих пор присутствует смертная казнь, и в Беларуси это последняя страна, единственная в Европейском Союзе и Европе, где это еще существует, этот пережиток архаичности и Среднего вековья. И до сих пор единственное, чем он может угрожать миру, и как это ни было бы парадоксально и страшно не звучало, это расправа со своими людьми. И вот это серьезная штука. Потому что срока серьезная, 18 лет Сергею Тихановскому, 14 Марии Колесниковой, ну и тысячам другим серьезные сроки. И срок это даже если месяц или 15 суток, это правда серьезная история, потому что условия в этих местах нечеловеческие, отношение к людям нечеловеческое, и поэтому к этому нужно относиться серьезно. Эти три мужчины, которые сделали героический подвиг, и мы знаем, чем обернулась эта рельсовая война в контексте украинской войны и в контексте продвижения российского снабжения и тыла через территорию Беларуси, я думаю, что сроки будут очень суровые и серьезные. Я думаю, что наказание будет, чтобы другим не хотелось и боялось. А вот скажите, а смертная касса, о которой говорят, как вы считаете, Лукашенко и подконтрольный суд могут пойти на это? Не побоятся ли там каких-то народных волнений, если вдруг будет вынесен смертный приговор? Могут пойти и не побоятся, нет. Это не говорит о том, что он будет приведен к действию. Пока, насколько мне известно, последние приговоры такого характера приводились в действие много лет назад. Я думаю, 4 или 5 лет назад. Но это же не говорит ни о чем. Это говорит прежде всего о том, что Лукашенко шлет сигнал людям внутри страны и тем, которые на территории Украины сейчас вместе с украинскими войсками борются за освобождение Украины и в дальнейшем, может быть, планируют перейти с такими же целями на свою родную территорию и вести освободительную борьбу. Это четкий сигнал, это запугивание, чтобы люди знали, что с ними будет. И как бы там ни было, я, знаете ли, так получилось, что я много раз проходил мимо того места, где приводится этой камера, где приводится этот приговор в исполнение. И даже просто проходя мимо, это жуткое зрелище. Я не представляю человека, которому выносится такой приговор. Как страшно это должно быть. И могу только сочувствовать. Поэтому этот метод устрашения, этот варварский метод разбираться со своими же гражданами, которые выбрали тебя, это преступление. И это очень серьезно. И здесь он, конечно же, может разгуляться на все сто, потому что здесь все у него в руках. И это вот то, чем он шантажирует мир. Это то, чем он шантажирует, повторюсь, своих собственных граждан. А чем его самого, Лукашенко, можно шантажировать? Чем его можно напугать? Кого или чего он боится? Вот в нашем эфире оппозиционер, белорусский оппозиционер Павел Латушка говорил, что Лукашенко мог напугать жесткие санкции. Такие же санкции, как и приняты сейчас в отношении России. Этого он боится? И почему, в принципе, действительно, логично они вводят такие санкции сейчас в Европе и Америке против режима Лукашенко? Тяжело сказать, чего боится этот человек, потому что это ненормальный в этом смысле, не обычный человек. Человек, который сделал столько зла своим людям, своим, ну, если говорить и смотреть на государство, как на семью, то своим детям, своим гражданам, то, мне кажется, этот человек много чего не боится и на многое может пойти. Мы это видели в 2020 году, как далеко он может пойти. Поэтому говорить о том, что он чего-то боится, может быть, чересчур, но то, что санкции действенны, и то, что они приближают конец его режима, то, что санкции закрывают постепенно кислород его администрации и его структурам, это факт. Я думаю, что только личная безопасность и физическая, и политическая – это единственное, чего боится этот человек. В остальном, мне кажется, он уже за эти долгие годы авторитаризма прошел много кругов ада и на многое готов. И мало мне верится, что он боится санкций. Вот то, что они ему ускоряют жизнь и течение жизни – это правда. А еще хотелось, Виталий, у вас вот что спросить. Вот мы постоянно обсуждаем эти учения, которые, кстати, вновь продлены, еще на неделю, если не ошибаюсь. Вот это скопление войск, это какая-то военная активность, вот эти передвижения техники туда-сюда, встречи с Путиным. И вот мы обсуждали с нашими экспертами, готовили Лукашенко поддержать Путина в этой войне. И многие говорили, что он создает, насколько может, какую-то активность, какую-то видимость. Ну, максимум предоставляет плацдарм для российских войск и самолетов возможность обстреливать Украину со своей территории. Но побоится выступать открыто, потому что, ну, боится переворота в своей стране. Потому что мы знаем, мы тоже обсуждали эту тему, что военные Беларуси, подавляющее большинство, не хотят и не готовы выступать в этой войне. Так вот, скажите, пожалуйста, а может Лукашенко просто выжидать? Выжидать какого-то переломного момента? И кто знает, а может быть он мог вот как-то еще сохранить лицо, постараться и поддержать Украину? Ну, мне кажется, говорить о сохранении лица в контексте Лукашенко очень наивно и очень оскорбительно по отношению к украинскому народу. Это первое. Во-вторых, этот человек, конечно же, выжидает нужного и выгодного момента. Все, что он делает, подчинено одной единственной цели, как и любого авторитарного лидера, это сохранение власти. Все, что приумножает и пролонгирует его власть, то полезно. Все, что ее сокращает, то вредно и опасно. Поэтому война в Украине для него опасна. Хотел ли он в ней участвовать? Нет, не хотел. Есть ли у него выбор? Я думаю, что нет. Потому что уже 24 февраля Беларусь на стороне России начала развязать войну. Не Беларусь, а именно Лукашенко лично развязал войну против Украины. Это первое. Здесь уже некуда деваться. Это факт. Во-вторых, обстрелы продолжаются до сих пор. В-третьих, выбора у него нету. Потому что если раньше хоть была какая-то возможность избегать санкций и вести какой-то диалог, или как-то играть на противовесе с Москвой, с Западом, то сейчас этой возможности просто не существует. И она будет ежедневно уменьшаться и уменьшаться. Поэтому единственный коридор финансовый и политический, продление его и политической, и всякой другой жизни – это Россия. И гарант этой жизни. Поэтому будет он в этом участвовать? Да. Виталий. В этом уже участвует? Тоже да. Вот украинский военный эксперт Олег Жданов выразил такое мнение, что Александра Лукашенко Путин может ликвидировать, если тот все-таки откажется помогать и ввязывать белорусские войска в противостояние с вооруженными силами Украины. Вы видите такой вариант развития? Ну, знаете, Владимир Путин может много кого ликвидировать. Он может ликвидировать даже простых, ни в чем не виноватых детей и женщин. И за этим у него не заржавеет, как мы знаем. Поэтому ликвидировать-то он его может. Но зачем? Я не вижу ни одной причины. За 22-23 года правления Путина ни разу не было этой попытки. Не было, были всяческие медийные торги, либо междоусобицы. Но зачем? Нужно понимать, всегда задавать вопрос, чтобы что. Режим Лукашенко Путина устраивает. Это абсолютно подконтрольный, понятный человек. Цена этому режиму тоже понятна. И зачем? Ну, от добра добра не ищут. А, как мы знаем, для Путина любая смена баланса власти, а для него сохранение власти такая же первоочередная причина, есть угроза своей жизни и своему режиму. Поэтому в идеале авторитарные режимы работают лишь над тем, чтобы ничего не менялось. То есть вся работа направлена на то, чтобы ничего не менялось. Так вот, с этой точки зрения, менять Лукашенко проверенного, понятного, пусть иногда не сильно покладистого, но тем не менее понятного, как с ним работать и понятно, как на него давить партнера и, наверное, ну такого соратника в преступлениях. На кого-то неизвестного, ну, мне кажется, это дестабилизирующий фактор и совершенно не нужно в этот момент, когда России как раз-таки тысяча километров белорусского фронта очень важны, северный фронт украинский. Поэтому, мне кажется, ликвидировать, ну, гипотически, конечно, может. Но давайте отвечать серьезно себе вопрос, зачем, чтобы что. Цели никакой для этого нет. Все, что нужно Путину, он и так получает от Лукашенко. Тогда зачем от него избавляться? Да. Виталий, спасибо вам большое. Виталий Шкляров, научный сотрудник Центра российских и евразийских исследований Гарвардского университета. Белорусский и американский политолог был с нами в эфире. Гарвардского университета.